Это мой девиз «Кормить может каждая». То, что грудное молоко очень классное, мы выяснили, оно всем полезно, и маме, и ребенку. И очень у многих мам бывают какие-то опасения, что «а как же я, а как же вот так вот кормить может каждый». Если у вас хоть как-то изменилась грудь во время беременности, она стала более чувствительная, чуть больше, изменила размер, изменила размер соски, изменили размер, да, то есть хоть как-то вот поменялось, все, ваша грудь готова к лактации. Как я сказала, 16-й неделе беременности. Как подготовиться к грудному скармливанию? У кого-то есть какие-то идеи, как готовиться к грудному скармливанию? Есть много в интернете всяких вредных советов. Кто-нибудь слышал что-нибудь интересное? Нет? Ну, из питания, может, что-то? Ну, из питания, а как готовить к грудному скармливанию? Ну, как вариант, как вариант. Что еще? Что-нибудь слышали? Есть вообще, мне недавно рассказали, что гениальный вообще совет – натирать грудь коньяком. Причем здесь коньяк, грудь и грудное скармливание объяснить никто не может, но вот какой-то совет, вот бабушкин совет, причем откуда там вот у бабушек был коньяк, непонятно, да? Потом натирать грудь там твердым полотенцем, что-то там еще делать. Ну, вот я всегда говорю мамам, которые ко мне обращаются к каким-то вопросам, я говорю, представьте себя, не знаю, на необитаемом острове. Все-таки грудное скармливание – это естественный процесс, который нам подарила природа. У вас все есть для грудного скармливания? Там, вы родите себе ребенка для грудного скармливания, у вас есть грудь. Все, у вас все есть. Это задумано природой, это предполагается, что уже все, все готово. Неужели женщина там в какие-то древние времена искала какую-то там себе шкуру дерева, чтобы натирать себе соски, чтобы кормить ребенка? Ну, нет, конечно, глупости, бред, это все. А готовиться к грудному скармливанию не надо, ваш организм сам готовится. Сам готовится. И главная подготовка к грудному скармливанию – это то, что мы делаем сейчас, это получаем информацию. Вам просто надо знать какую-то базу, какие-то основные шаги, что делать, куда обращаться, какую информацию где искать, потому что информации очень много, она крайне противоположная, противоречивая. Причем будут и подруги, и бабушки, и мамы, которые будут давать вам абсолютно разную информацию, и она будет просто категорически разной, и мама в первое время теряется. Если у вас будет информация, которая вот правильная, подтвержденная, вы будете знать, где ее искать, там, в том же интернете, все будет хорошо. Все, это ваша вся подготовка к грудному скармливанию. Субтитры создавал DimaTorzok